Добрый день, уважаемые коллеги! Рад приветствовать вас на седьмом онкологическом форуме «Белые ночи». Мой доклад частично пересекается с темой Ильи Леонидовича. Для клинициста принципиально действительно понимать микроокружение не только лимфомы Ходжкина, но и в принципе лимфом. Если мы говорим о микроокружении, то опухолевые клетки в любом случае зависят от него, несмотря на то, что опухолевыми клетками разрабатываются свои механизмы самодостаточности, но в любом случае зависимость присутствует. Тем более, если речь идет о лимфоме Ходжкина, в которой только до 5% опухолевых клеток способны управлять опухолевым фильтратом, принципиальность темы Ильи Леонидовича растет. Для клинициста принципиально что? В Российской Федерации по нашей статистике, по статистике Каприна, в 2019 году было выявлено более 3000 случаев первичной лимфомы Ходжкина. В принципе, эта статистика прослеживается на протяжении последних 3-4 лет точно. Для неходжкинских лимфом детализации никакой нет, да, это проблема отечественной статистики, то есть мы можем только общими цифрами сказать, что это порядка 11 тысяч человек. Для лимфомы Ходжкина. Лимфома Ходжкина, соответственно, доказала, показала, что злокачественные заболевания могут быть излечены. Лимфома Ходжкина стала первым таким заболеванием. Современному лечению лимфомы Ходжкина 50 лет, если брать в расчет дату появления схемы АБВД. Ну и, соответственно, за эти годы выживаемость пациентов растет, новые методы появляются. Да, мы узнаем новые детали как раз-таки с помощью понимания микроокружения. Но токсичность в любом случае сопутствует нашему лечению. Пациенты достигают ремиссии, но токсичность химиотерапии, токсичность лучевой терапии опять-таки сохраняется и, соответственно, определяет продолжительность жизни пациентов, достигших ремиссии. Да, есть данные, говорящие о том, что через 10-15 лет после завершения лечения пациентов ремиссии выживаемость их гораздо хуже, чем в среднем в популяции у неболевших представителей. Ну, соответственно, у нас две основные проблемы в случае лечения любой лимфомы, ну и конкретно лимфомы Ходжкина. Как найти группу пациентов, у которых можно провести деэскалацию лечения, как можно минимизировать количество курсов химиотерапии. Ну и вторая проблема – как определить ранний рецидив заболевания, либо раннее рефрактерное течение заболевания, как можно в процессе лечения идентифицировать его, чтобы достичь ремиссии у большего количества пациентов. Вторая болезнь, представляющая наибольший интерес Российской Федерации в гематологии лимфопролиферативных заболеваний – это диффузно-крупноклеточная и бекклеточная лимфома, представляющая 30-40% случаев. Что для лимфомы Ходжкина, что для диффузно-крупноклеточной и бекклеточной – да, мы можем достичь ремиссии, ответа на лечение определенного процента пациентов. То есть для лимфомы Ходжкина где-то порядка 60-90% в зависимости от стадии, в зависимости от клинических, биологических признаков опухоли мы можем достичь ремиссии, но где-то порядка 30% будут склоняться к рецидиву либо иметь рефракторное течение. Для неходжкинской лимфомы диффузно-крупноклеточной и бекклеточной где-то порядка 60% пациентов может быть излечено с помощью стандартной терапии ЧУП с ретуксимабом. То, что касается диффузно-крупноклеточной и бекклеточной лимфомы, это гидрогенное заболевание, которое только морфологически, да и то условно, может быть названо однородным. То есть биологически, клинически, это определенный набор каких-то разных заболеваний. Ну и, соответственно, эту гидрогенность можно определить с помощью определения клетки происхождения. То есть мы можем говорить о активированном Б-лимфоците либо о лимфоците герминального центра, но так и так будет требоваться определение профиля экспрессированных генов, которые, соответственно, и позволят нам сказать ABC или GCB-лимфома. Сам по себе метод достаточно сложный, то есть профилирование экспрессированных генов требует технологий, требует чаще всего незамороженных, непарафиновых образцов. Ну и, соответственно, пока что этот метод для России представляется крайне недоступным. Суррогатные методы определения клетки происхождения, как, например, алгоритм Ханса, да, позволяют нам сказать GCB-лимфома или нон-GCB-лимфома, но чистота ответов все-таки достаточно смутная. Ну и, соответственно, даже профилирование экспрессированных генов до конца не может ответить на вопросы, как будет течь диффузно-поклеточная-боклеточная, потому что в ABC подгруппе есть часть пациентов с благоприятным прогнозом, в GCB-группе есть, наоборот, часть пациентов с неблагоприятным прогнозом. А как это определить, пока что не представляется возможным. Ну и, соответственно, особенности диагностики. Если мы говорим о необходимости выявлять ранние рецидивы, ранние рефракторные формы, то на данном этапе это, например, только компьютерная томография, ПЭТ-КТ, биопсия как стандарт подтверждения рецидива заболевания. Но ПЭТ-КТ может ошибаться. Для лимфомы Ходжкина есть информация, которая говорит о том, что до третьих пациентов исходы заболеваний не соответствуют данным промежуточного ПЭТ. Соответственно, сложно говорить о основных причинах, но с учетом того, что лимфомы Ходжкина воспалительное заболевание, 5% опухолевых клеток, напоминаю, окраженных воспалительным инфильтратом, то когда снижается метаболическая активность очагов при ПЭТ, это ответ на лечение или все-таки это просто микроокружение перестало быть активным. Биопсия не всегда бывает возможной. Мы можем говорить о каких-нибудь забрюшенных лимфоузлах, которые представляют маленький размер, нам приходится терять время, дабы понимать, реально ли выполнить биопсию. Если не реально, то приходится ждать, продолжать наблюдение, а не начинать лечение. Поэтому острый вопрос, на который мы хотим попытаться ответить, это где тот предиктор, который позволит получать информацию в реальном времени. Но как раз-таки есть 4 варианта, которые позволят нам отвечать на определенные вопросы. Это циркулирующие опухолевые клетки, это циркулирующая опухолевая ДНК, это химокины и это внеклеточные визикулы. Если мы говорим о циркулирующих опухолевых клетках, то сейчас есть единственная система, одобренная в FDA в Соединенных Штатах, это CellSearch-система, но в гематологии она не используется, она используется только для определения опухолевых клеток при раке молочной железы, колоректальном раке, раке простаты. Но, соответственно, самым актуальным, но наукоемким методом является определение циркулирующих опухолевых клеток, циркулирующего ДНК, прошу прощения. Циркулирующая ДНК представляет последовательность нуклеотидов, которая появляется в циркулирующей крови либо в результате некроза, либо в результате апоптоза клетки. И, соответственно, это одноцепочная последовательность ДНК. Время полужизни ДНК в крови определяется минутами и часами. Но самое главное, клиренс циркулирующего опухолевого ДНК не зависит от функционального состояния почек. Циркулирующая опухолевая ДНК отражает мутационный состав опухоли. И в ряде исследований доказано, что геномная ДНК, полученная из образца ткани, с большой чувствительностью соответствует геномному статусу циркулирующего опухолевого ДНК. Таким образом, изучение клональной эволюции опухоли, сопровождающейся изменением мутационного статуса как следствие антигенного состава, будет способствовать определению механизмов резистентности. Мы сможем определять мутации благоприятного прогноза и неблагоприятного прогноза. Соответственно, нужно больше информации. В ряде исследований показана зависимость между циркулирующей опухолевой ДНК и объемом опухолевой массы. В ряде исследований показана корреляция между Б-симптомами, между уровнем СО, между уровнем ЛДГ, ИПС, между уровнем белка и гемоглобина, уровнем лимфоцитов, то есть частично между показателями ИПС Хазан-Клевера и прогностической ценностью, ценностью этого метода. В ряде исследований показано, что у пациентов с ранним снижением циркулирующей опухоли ДНК в крови прогноз заболевания лучше. По роговым значениям, что для диффузно-кумноклеточной, Б-клеточной, что для лимфомы Хочкиной, является стократное снижение. Соответственно, по выживаемости. На данном слайде представлены исследования, характерные для диффузно-кумноклеточной, Б-клеточной лимфомы. Исследователи вводят два понятия. Это ранний молекулярный ответ и максимальный молекулярный ответ. Ранний молекулярный ответ – это после первого курса снижение стократное в концентрации циркулирующей опухоли ДНК. Ну и, соответственно, максимальный ответ – это более чем 150 раз снижение после второго курса. Данные по концентрации циркулирующей опухоли ДНК коррелировали напрямую с ПЭТ-КТ. Соответственно, они уточняли ПЭТ-КТ. Опять-таки, в этом же исследовании показано, что пациенты с промежуточным ПЭТ, в котором сохранялась активность очагов лимфомы, но с негативным определением циркулирующей опухоли ДНК достигали ремиссии. И, напротив, ПЭТ-негативный ответ, но с сохраняющейся концентрацией опухоли ДНК коррелировал с негативным прогнозом. Метод наукоемки, соответственно, сложности возникают именно с этим. Необходимые условия – это реал-тайм ПЦР, это секвенирование нового поколения, и это новый метод капсеквенирования, предложенный в 2014 году. Еще одним методом возможной жидкостной биопсии является определение опухолевых химокинов. Илья Леонидович вкратце сказал, но, соответственно, наибольший интерес представляют химокины CCL17 и CCL22. В норме эти химокины выделяются дендритными клетками, плазматическими клетками, ну и, соответственно, в норме они привлекают Т-лимфоциты, CD4-лимфоциты, чаще всего в очаг воспаления. Также они могут участвовать в аутоиммунных, аллергических реакциях. Но для лимфомы Ходжкина принцип тот же самый. Привлечение Т-лимфоцитов в иммуносупрессию, и, соответственно, избегание иммунного ответа. В ряде исследований, которые проводятся с 2015 года, была показана, опять-таки, прямая зависимость между объемом опухолевой массы и концентрацией циркулирующих химокинов. Но метод показал достаточно низкую чувствительность. То есть, во-первых, химокины повышены не при всех гистологических по типах лимфомы Ходжкина. Во-вторых, пороговые значения концентрации вне химокинов не всегда были одинаковыми. Поэтому пока что этот метод не представляет интереса. Ну и, соответственно, главное, о чем хотелось бы рассказать, это экзосомы и микровизикулы. Микровизикулы и экзосомы – это субклеточные частицы с достаточно гетерогенным молекулярным составом. В любом случае, это маленькие частицы. Если говорить о микровизикулах, то это частицы от 100 до 1000 нанометров. Если говорить о экзосомах, то это частицы от 30 до 100 нанометров. В любом случае, эти два понятия объединены на данном этапе. Названием «внеклеточные визикулы». Если вкратце, то образуются они двумя вариантами. Либо это отпочковывание во внешнюю среду от мембраны клетки, либо это формирование внутри эндосомы. Особенности внеклеточных визикул. Итак, так как они выделяются в материнской клетке, они в любом случае несут в своем составе часть цитоплазмы, часть белков, нуклеиновых кислот, характерных для материнской клетки. Но в своей поверхности они экспрессируют кластеры дифференцировки, характерные для материнской клетки. Много исследований сейчас посвящено исследованию визикул, как в физиологических обстоятельствах, так и в патологических состояниях. Но основная цель внеклеточных визикул – это передача информации. Сейчас они расцениваются главным источником межклеточных взаимодействий, как внутри опухолевого инфильтрата, так и на расстоянии. Внеклеточные визикулы передают информацию, и таким образом может приводить к изменению таргетных клеток. На данном слайде представлен самый яркий, самый простой пример. Опухолевая клетка выделяет внеклеточные визикулы, и таким образом фибробласт становится опухолистированным, фибробластом меняя свой фенотип. Таким образом мы можем говорить о том, что опухолевые визикулы могут менять характеристики опухолевого окружения. Особенности и необходимости исследования клеточных визикул определяются во всех жидкостях человека – плазма, кровь, моча, плевральная жидкость, астетическая жидкость, амниотическая жидкость, то есть любой источник биологической жидкости, который нам необходим. Опухолевая визика участвует в ангиогенезе, опухолевая визика участвует в повышении свертывающих характеристик крови во время опухолевого процесса. Соответственно, так как время подходит, хочется рассказать о нашем исследовании. В наше исследование за прошедший год было включено порядка 20 пациентов. Опухолевые визикулы определялись на доклиническом этапе, после двух курсов химиотерапии, после завершения лечения. Да, наблюдалась прямая корреляция между ответом на лечение и концентрацией визику. После двух курсов химиотерапии у пациентов, ответивших на лечение, концентрация визику снижалась до нормальных величин. И на примере одного пациента с ранним рецидивом заболевания есть особенность. Пациент после завершения лечения, после получения ПЭТ-негативного ответа по завершению лечения, ушел в наблюдение, но определение визику по завершению лечения показало увеличение по сравнению с промежуточными данными. Спустя три месяца у пациента случился рецидив. В нашем центре, в нашем отделении, совместно с лабораторией онкоэндокринологии института планируется проведение масштабного исследования, которое сможет показать, рассказать, для лимфомы Ходжкина данная зависимость сохраняется на большей группе пациентов или нет. Благодарю за внимание.